Привет, меня зовут Александр, я немного занимаюсь музыкой и хочу рассказать вам о технологиях синтеза звука, как они развивались и что представляет из себя современная музыка. Давайте сперва вспомним, что такое звук. Это физическое явление распространения упругих колебаний в среде, в нашем случае в воздухе. Звуки — это волновой процесс. Как и все волны, он характеризуется частотой и амплитудой. Если говорить простыми словами, частота отвечает за высоту звука, амплитуда — за его громкость. Источниками звука являются колеблющиеся тела различной природы. Этот принцип лежит в основе всех музыкальных инструментов, кроме духовых. В них звук формируется из-за взаимодействия потока в воздухе с неоднородностями внутри инструмента. В результате этих колебаний мы слышим звук определенного тона. Эти же принципы строятся при создании электронных музыкальных инструментов. При помощи генератора переменного тока образуется сигнал определенной частоты. Первым этот эффект заметил Елисей Грей. В 1876 году он занимался разработкой телефона и заметил, что звук изменяется из-за наводок в замкнутом электрическом контуре. Таким образом он открыл осциллятор или генератор колебаний. Первым музыкальным инструментом, использующим электричество для создания звука, был телармониум. Это был не совсем синтезатор, так как первичные колебания создавались в нем не электронным генератором, а электромеханическим движением фонических колес. Это было множество дисков с зубцами, вращающихся в электромагнитном поле, вызывая возмущение с изноцидальной формы. Частота сигнала зависела от скорости вращения и от количества зубцов на колесе. Таких генераторов было 145 и весила махина 200 тонн. А первым синтезатором принято считать термин Vox. Изобретен он был любым термином в 1918 году. Этот инструмент абсолютно не похож на все те, которыми мы привыкли пользоваться сегодня. Прежде всего у него нет клавиатуры. Изменение высоты и громкости, издавая его термин Vox звука, производится изменением положения рук музыканта относительно двух соответствующих антенн. В 20-е годы во Франции Морис Мартен разработал волны Мартена. А также, как и термин Vox, он использовал электрические лампы для контроля напряжения, зависящие от него частоты звука. В 1928 году немецким инженером Фридрихом Траутвайном был изобретен Траутониум, построенный на принципе не состоявшийся в дальнейшем теории у тертонов или субгармоник. Он использовался для создания различных сложных диссонирующих звуков, колоколов, гонгов, свистов. Хичкок одобряется. Саундтрек фильма «Птица» 1963 года был написан с использованием Траутониума. Фирма «Хамонд», занимающаяся производством электрических органов, в 1939 году представила «Новокорд» — ламповый синтезатор, в схему которого входили 163 лампы и более тысячи конденсаторов. Он был полифонический, обладал широченным спектром звучания и во многом опередил свое время, но провалился, возможно, из-за войны, а возможно, из-за сложности в освоении, так как требовал не только навыков игры, но и знаний технических особенностей создания звука. Долгое время для получения колебаний использовались электронные лампы. Пока в 1964 году Роберт Мук не представил свои разработки на основе транзисторных генераторов, управляемых напряжением, или ВЦО. Синтезаторы Муга состояли из различных модулей, отвечающих за синтез и обработку сигнала. Они коммутировались при помощи специальных проводов патчей, но самое главное — они перестали весить по несколько сотен килограмм и при этом имели очень широкий спектр возможностей проработки над звуком. Отсюда и появилось понятие «модульный аналоговый синтезатор». В 1970 году компания Муга выпустила первый портативный аналоговый синтезатор Minimug. Он был оснащен 44-клавишной клавиатурой. Весь необходимый функционал был выполнен уже в цельном корпусе. По сути, это была эра начала портативных электронных инструментов, различные вариации, которые мы доублюдаем и сегодня. Кроме Муга, вскоре другие компании, занимающиеся производством музыкальных инструментов, начали свои разработки аналоговых синтезаторов. Мы принесли с собой такой аналоговый синтезатор. Это корк МС-20. Такие устройства можно назвать полумодульными, так как тут идея коммутации различных входов-выходов различных модулей сочетаются в едином корпусе. Давайте посмотрим, что он имеет. Слева мы видим два генератора волн различной формы. Есть несколько наиболее часто использующихся форм волны. Синусоидальная, треугольная, пила и пульс. Кроме того, тут мы имеем возможность создавать белый шум и ринг-модуляцию или кольцевую модуляцию. Это сбор наводок и искажений внутри инструмента и усиление этого сигнала. Вторым модулем, вторым по значимости элемента синтеза звука являются фильтры, или ВЦФ, Voltaical Trout Filter. Они применяются, когда мы хотим срезать определенные частоты. Вот у нас несущая волна, наш фильтр, и примерно такой результат получается при его применении. Становится ниже и тише? Да, становится ниже и тише. Но это если фильтр низких частот. Фильтр высоких частот наоборот работает. Низкие частоты срезаются, остаются высокие. Есть еще бандпаз, это одна полоса остается. Звук срезается до нее и после. Любой звуковой отрезок мы можем охарактеризовать следующим образом. В начале есть атака сигнала. То время, за которое сигнал достигает пика своего значения. За ней следует спад или дикей. Время, за которое уровень сигнала достигнет уровня поддержки или сустейна, который отвечает за то, насколько громко звучит клавиша, пока она зажата. И в конце наступает релиз. Это то, как долго будет звучать сигнал после того, как клавиша была отпущена. Релиз. Это называется ADSR или генератор огибающий, envelope controller. У нас тут есть два таких генератора. У одного есть дополнительный дилей перед атакой сигнала, а второй имеет hold, это задержку на пике, на атаке. Подключив генератор низкочастотных колебаний, мы можем создавать различные модуляции, как по частоте, так и по амплитуде. Вот примерно такие амплитудные модуляции и частотные. А если у нас происходит модуляция, давай на асфальт на зад. У нас есть некая высокочастотная наша несущая волна, некая и низкочастотная. Давайте приведем пример низкочастотной волны. Вот это низкочастотная волна где-то с частотой 1 Гц. И мы хотим на нашу высокочастотную волну, допустим, наш голос, наложить низкочастотную волну. И есть два способа это сделать. Ну, способов там больше, но не самораспространённый. Это частотная модуляция, то есть нижняя волна будет управлять частотой сигнала. И амплитудная модуляция, нижняя волна будет управлять громкостью сигнала. Это дабстеп-вау-вау-эффект. Ну да, ну все вокруг этого будет. Это один из основных принципов, основных элементов создания звука. Давайте попробуем что-нибудь накрутить на нем. Сейчас черепушат будет очень много крутить. А вы можете задавать вопросы, да, и мы попытаемся на них ответить. И я буду немножко рассказывать про суть модульных синтезаторов. Эти устройства были придуманы не для исполнительской игры на сцене, а для создания звука в студии. Для разработки некого звука, который потом используется уже в готовой музыке. И поэтому, особенно если мы говорим про аналоговые синтезаторы 70-х годов, у них нет цифрового управления и нет сохранения пресетов. Все пресеты, которые используют черепушат, выглядят вот так, вообще используются. У него есть фотография с подписанными значениями, иногда он фотографирует что-нибудь, что сам сделал, и так далее, и так далее. И музыканты, которые занимаются этими синтезаторами, вот в таком вот виде делятся пресетами. Нельзя переслать друг другу файл. И поэтому создание каждого звука занимает несколько минут, имея пресет, или до нескольких часов, не имея пресет, потому как количество возможностей синтезатора очень высоко, и теория хаоса, то есть, что малейшие изменения одной из крутилочек могут серьезно повлиять на весь звук. И это планомерно случается, но предсказать это очень сложно, потому как критичность, ну, вы знаете. Мы имеем что-то похожее на звук. Очень сложно выставить ручки именно в том положении, которое нарисованы как диктема, то есть, да. И при этом можно в реалтайме управлять этим звуком. Я не буду, пожалуй, даже давайте, что мы прям дальше. Мы можем делать звук ниже, выше, шире, хуже. Мы можем менять форму волны. Это фильтры. Сейчас используем треугольные формы, однообразная форма волны, которая чаще используется фальсуальная. Можно настраивать параметры изератора этого волны. То, что мы пока что слышали, в целом похоже на звук какого-нибудь синтезатора, но, чтобы вы поняли, насколько это устройство отличается от фортепиано, мы сейчас попробуем синтезировать какой-нибудь звук, не похожий на звук клавишек, например, звук удара барабана. И такие же синтезаторы используются для синтеза ударов в барабанах. И практически все эти барабаны, что вы слышите в современной музыке, синтезированы на таких штуках, записаны, и потом играются с синквенсоров, специальным устройством, которое нарезает эти звуки. Создание барабана потребует у черепашка, опять же, какого-то времени, и ему придется заставить некоторые части синтезатора управлять некоторыми другими частями синтезатора. Для этого он будет использовать вот эти патчи, он будет втекать их справа, периодически, для того, чтобы заставить выход или какую-то часть выхода управлять какой-то другой частью синтезатора. Это примерно тентрирует, как сейчас раздавленный вариант, и череп заставил его бить в барабан. Притом, нехитрым патчем он заставил его самого бить в свой барабан. Мы можем сделать самый разный барабан, самый разный противозвучание. Давай попробуем какой-нибудь лучший барабан. Подобным образом можно синтезировать звук виолончели, скрипки, звук духовых инструментов. Синтезируется наиболее правдоподобно, потому как, как сказал в самом начале Черепушак, духовые инструменты не используют колебания струны, а используют сопротивление воздуха, разные неровности самого инструмента. Их получается много, но все они весьма простые. И мы можем попробовать синтезировать несколько разных звуков. Сейчас мы сделаем перерыв для этого. Вы сможете подходить к Черепушаку, вы сможете сами покрутить крутилки. И у нас есть большой набор пресетов. Давайте. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!